Боевики устроили штаб. Именно здесь, 13 июня 2014 года, началась антитеррористическая операция, в результате которой Мариуполь был освобожден от ДНР. Год назад, пятница 13 июня, вошла в историю города и всей Украины как день освобождения Мариуполя от боевиков ДНР. Тогда украинские силовики уничтожили штаб сепаратистов в Мариуполе. Операция началась в 4.50 утра. О проведении зачистки сообщал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Плановая операция по ликвидации укрепрайона террористов проходила успешно. Район проведения АСО в центре Мариуполя был оцеплен. В операции участвовали подразделения Национальной гвардии Украины, спецподразделения МВД АСОВ и Днепр-1. Мариупольцев призывали не паниковать и не выходить из дома. Украинские силовики взяли несколько укрепленных зданий, изъяли у боевиков оружие и взрывчатку. Об этом сообщал тогдашний командир батальона Донбасс Семен Семенченко. В ходе проведения антитеррористической операции сепаратистки оказывали сопротивление. На улице Артема они стреляли в украинских силовиков из двух украденных инкассаторских машин из СВД и автоматов. Баррикады, окружавшие укрепленное здание, где засели вооруженные боевики, были разнесены из крупнокалиберных пулеметов. БРДМ террористов подбито из гранатомета. В 7.59 АТО в Мариуполе вошла в активную фазу. Шла зачистка улиц, были освобождены два помещения – корпус Приазовского государственного технического университета и банк. Бойцы украинской армии задержали в Мариуполе мужчину с пропуском ДНР и удостоверением русской православной армии. Кроме этого, у задержанного силовики обнаружили наркотики. В 9.10 на проспект Ленина прибыли бойцы нацгвардии. Во время спецоперации 13 июня силовики изъяли у террористов «Динамит» списки граждан, которые получали оружие. На первом этаже здания одного из корпусов Приазовского государственного технического университета силовики батальона «Азов» нашли элементы взрывного устройства. Ранение получили 4 бойца «Азова». В тот день добраться на работу мариупольцам было проблематично. Автобусы, чей маршрут проходил через центр города, были вынуждены изменить ход движения. Позже в Мариуполе полностью перекрыли движение транспорта. В половине 12-го Аваков сообщил, что в ходе АТО в Мариуполе задержаны 11 террористов. Начались активные действия на пересечении улиц Итальянской и Греческой. По некоторым данным, там находился снайпер ДНР. В половину первого дня Семен Семенченко сообщил об окончании операции. По его словам, украинские силовики захватили 40 террористов. В результате операции украинские военные взяли под контроль центр города, уничтожили штаб террористов и снова подняли над зданием городского совета флаг Украины.